Привет! Вы на канале Люда Сулин и меня зовут Люда. Сегодня я хочу вместе с вами приготовить вот такие вот миленькие, маленькие, но очень вкусные вареники с творогом и зеленью. Посмотрите, какие они прикольные в разрезе. Тесто здесь очень вкусное. Это тесто, могу точно сказать, самое лучшее для вареников, потому что был период времени, когда я зарабатывала на жизнь тем, что готовила вареники на продажу. Ну и вкратце расскажу, у меня есть уже видео, как я делала более подробно. Муку я смешиваю с растительным маслом и растираю, чтобы по возможности не осталось крупинок. И потихоньку доливаю воду. Постепенно будет собираться ком. Этот ком я не вымешиваю, просто пересыпаю, перекладываю все это в пакет, без дырок желательно, да, новый. Вместе со всеми крошками и остатками из чашки завязываю пакет и на какое-то время просто отставляю в сторону. Пока занимаюсь начинкой. Творог. Полторы пачки я взяла. Смешиваю с рубленым зеленым луком. И зелень, укроп и петрушка по желанию, да, хотите побольше, хотите поменьше, это уже на ваше усмотрение. Я беру побольше, как видите. Обязательно нужно по вкусу посолить и добавить яйцо. Яйцо будет держать начинку вместе, то есть скреплять, да, чтобы она не рассыпалась. Все перемешать и попробовать на вкус, довести по вкусу, да, может быть вы какие-то специи хотите добавить, я не добавляю. Мне хватает того, что здесь получается. Соль я обязательно добавляю, соль должна быть на мой вкус. Все тщательно перемешиваю и потом опять начинаю заниматься тестом. Я его не вынимаю из пакета, вот так периодически промешиваю, чтобы оно отпотевает там своего рода, да, как бы становится мягким, нежным и легче его переминать. Сильно я его там не вымешиваю, просто собираю в один комок вот в такой. А потом я вам уже как-то показывала свою машинку для раскатки теста. Вот я потом беру, просто отрезаю кусочек теста невымешанного и прокатываю много раз, складываю во все стороны и снова прокатываю и прокатываю и прокатываю, пока тесто не начинает стрелять, наверное. То есть, когда вы его складываете, прокатываете на месте сгиба, оно прям хлопает. То есть, вы настолько его выкатали, да, что у него развилась клейковина или я не знаю, что там у него развивается. И оно начинает аж хлопать, даже стрелять, я бы сказала. Тесто становится туже, то есть, для вареников то, что нужно. Вот так вот, видите, оп, и тут должно щелкнуть. Вот тогда, значит, я хорошо выкатала. Когда я понимаю, что я кусочек хорошо выкатала, то есть, вымесила, я скручиваю его вот в такой вот рулетик и отправляю обратно в пакет, в котором он опять будет отлеживаться и становиться более мягким. И постепенно вот так все тесто перекатываю. Когда последний комочек я выкатаю, первый уже становится более-менее мягким. К нему я опять возвращаюсь, либо же, если еще рано, то могу просто подождать какое-то время. И теперь я начинаю раскатывать тесто уже для того, чтобы лепить вареники. То есть, я вот так руками его расплюснула, чтобы оно входило легко в раскаточную машинку. И теперь, уменьшая толщину теста, раскатываю примерно, там, смотрите, по своей машинке, ну, у меня примерно 2-3 миллиметра остается. Вырубкой делаю заготовки, сочни. Они тогда, получается, одного размера, это удобно. У меня вырубка диаметром 5 сантиметров, не самая большая, но зато они получаются миленькими малышами. А потом кладу начинку и зажимаю, да, тут можно сделать рельефный рисуночек, можно просто зажать и ровный оставить край, да, это уже не суть, важно. Я делаю рельефный. Вот такой вот рюшечку делаю по краю, они, мне кажется, так красивее. И выкладываю их на противень. Противень я ничем не промазываю, просто сухой чистый противень. Пока, когда у меня противень заполняется, если я делаю в прозапас, да, так я противень просто ставлю в морозильную камеру и замораживаю. Когда они полностью замерзнут, пересыпаю в пакет и они ждут своего часа. Пока я занималась лепкой на продажу, я поняла, что многие просто не умеют варить вареники, да, потому что многие говорят, что и прилипает, и слипается, и пристают ко дну, и берутся комком. Поэтому, наверное, может быть, даже стоит уделить этому немного больше внимания, да, то есть в закипевшую воду, соленую, я чуть-чуть раскручиваю ее, да, делаю воронку и туда запрас, закидывая вареники какую-то порцию, много не нужно закладывать. Потом взбадриваю воду, чтобы они поднялись от дна и на большом огне довожу до кипения. Когда бурно закипело, убавляю огонь и оставляю на минимальном огне примерно на пару минут, чтобы тесто сварилось. Поскольку начинка у нас готова, ее варить не нужно, да, нам нужно довести до готовности только тесто, а если тесто не было заморожено, то оно вообще готовится молниеносно. Но если заморожено, то на пару минут дольше. Выловила шумовкой. Добавила кусочек масла, чтобы они не склеивались, да, даже если вы едите там, не знаю, со сметаной, все равно немного помастить нужно, чтобы они между собой не склеивались. Перетрушиваем их, чтобы тесто прошлось по всем. И все, наши вареники готовы к употреблению. Вот такие красавчики получились. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Если понравилось видео, делайте репосты. Всем спасибо, всем пока и всем хорошего-хорошего настроения!